Что происходит? Почему ты весь день от меня прячешься? Я не хочу с тобой говорить. То, что я сказал всем, что мы встречаемся с тобой? А вот я не хочу, чтобы у кого-то была наша тема. Ты что, не понимаешь? Ты ему нравишься. Ладно, но я больше не хочу, чтобы ты общалась с Лешей. Ну, ладно. А завтра что, домашних не будет? Ты о чем? Да о том, что тебе больше не придется заморачиваться насчет домашнего рудания. Валера, это я скучала про тебя. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте, дети. Сегодня у нас будет не совсем обычный урок. Сначала мы проверим домашние задания, а потом я подготовила для вас очень интересные математические тесты. На какую тему будут тесты? Тесты будут в форме веселых новогодних задачек. Темы будут несложные, те, которые мы уже проходили. Так что не переживайте. Кто готов идти к доске? Ну, мы закончили. Все верно, садитесь. Так, ребят, раздаю вам тесты. Мама, ты, оказывается, классный учитель. Понравились тесты? Ну, это намного лучше, чем решать какие-то непонятные задачки с учебников. Спасибо тебе за совет. Ладно, я побежала, у нас уже урок. Пока. Лиз, что происходит? Почему ты весь день от меня прячешься? Я не хочу с тобой говорить. Ну, подожди. Что произошло? Тебе на коньках не понравилось? Нет, я, конечно, понимаю, что я очень плохо на них катаюсь, но это же не повод не разговаривать со мной. Ну, не строя себя дурака, ты же понимаешь, о чем я. В том-то и дело, что я не понимаю, о чем ты. Как тебе не стыдно брать? Лиз, ты можешь нормально объяснить, а не загадками? Зачем ты всем сказал, что мы встречаемся? А, ты об этом. Именно. Лиз, ну, во-первых, не всем, а только Маше и Елизавете. Зачем это вообще надо было говорить? Ну, они и так это все обсуждали. Ну, ты же сама говорила, что они будут слухи распускать. Ну, поэтому я и так и подумал, что так будет лучше. Да, серьезно подумал, молодец. А кто тебе дал право за меня решать? Погоди, что тебе не нравится? То, что я сказал всем, что мы встречаемся с тобой? Окей, я сейчас пойду и все, скажу, что мы не встречаемся. Все. Саш, ты видел, что у Маши и Лизы проект на ту же тему, что и у нас? Ну и что? У них свой, у нас свой. Они разные будут. Ты что, не понимаешь? Они же первые будут рассказывать. И училка скажет нам взять другую тему. Ты что, хочешь проект переделывать? Нет, не хочу. Ну, знаешь, есть же и другие варианты. Допустим, мы можем презентовать проект вместе с ними. Либо договориться с англичанкой о том, чтобы у нас было два одинаковых проекта. А вот я не хочу, чтобы у кого-то была наша тема. И что ты предлагаешь? Нужно сделать так, чтобы они опоздали. И мы первые рассказали. Да слушай, это как-то не очень хорошо. Ну, лично я не вижу в этом ничего плохого. И как мы это сделаем? Скажем им, что урока не будет. Ну, блин, не нравится мне как-то эта идея. Да ладно тебе. Кстати, вон они. Пойдем скажем. Ну, вот и все. Всем спасибо за внимание. Молодцы. У вас очень хороший проект. Садитесь. Ребята, есть еще желающие сдать сегодня свой проект? Здравствуйте. Извините за опоздание. Мы просто перепутали расписание. Ну, ничего, заходите. Вы проект сделали? Да, мы сделали. Но получилось так, что у нас такая же тема, что у Саши и Веронюки. Ну, ничего. Я уверена, что ваши работы все равно разные. Но сейчас, к сожалению, уже нет времени смотреть, слушать ваш проект. Поэтому вы сдадите мне его на следующем уроке. А наш урок сегодня закончен. Я всех жду на классном часе после окончания всех уроков. Спасибо, Вероника. Ой, ну извините. Я просто хотела высокий балл. Для этого не обязательно от нас избавляться. Да, можно просто хорошо сделать домашнее задание. Девчонки, не ссорьтесь. Знаете, все люди ошибаются. Но на самом деле это всего лишь домашка. Так что идемте лучше что-то съедим. Точно. Нас же Тимофея-то, наверное, ждет. Пойдем. Я слышала, что вы с Валерой поссорились. Да, представляешь, он девчонкам сказал, что мы встречаемся. Это же хорошо. Что в этом хорошего? Он соврал. Ты что, не понимаешь? Ты ему нравишься. И он это сказал из хороших побуждений. Блин, представляешь, я об этом даже не задумывалась. Я думаю, что тебе стоит поговорить с ним. Блин. Я на него еще накричала, и он обиделся. Мне кажется, если ты подойдешь к нему и скажешь, что вам нужно поговорить, я думаю, что он тебя выслушает. Нужно попробовать. И вчера она снова ко мне пристала из-за того, что я сказала про них с хореографом. Вероника, я считаю, что ничего страшного здесь не произошло. И вообще, зачем вы обсуждаете личную жизнь учителей? Ну, папа, я ничего такого не сказала. Чего она взъелась на меня? Уволь ее. Вероника, все она правильно сделала. И абсолютно справедливо. Я не собираюсь унять учителя только потому, что он тебе не нравится. Ну да. Все как обычно. Работа тебе важнее. Так, все. Иди на урок. К этому разговору мы еще вернемся. Чувак, подожди. Давай поговорим. Нам не о чем разговаривать. В смысле? Мы друзья. Чего нам за девочки ссорятся? Ты серьезно? Ты увел мою девчонку и говоришь, что мы друзья? Никто ее не уводил. Мы просто общались. Ну так общайтесь дальше. Перестань. Ничего серьезного не случилось. Может, подумать, это я выбирал между тобой и бывшим. К чему ты клонишь? К тому, что твоя Саша сам не знает, чего хочет. Ну, возможно. Я уже сам запутался. Ну, давай просто проверим, нравишься ты ей или нет. Ну, давай. Только вот как. Слушай, у меня есть план. Короче, я понял, даже после школы, ты сам не типа какой-то. Это не может быть. Ты можешь предложить, ты хочешь? Я не знаю, что ты делаешь. Привет, Саша. Привет. Слушай, я тогда немного погорячился. Давай продолжим наше общение. Ты не шутишь? Конечно же нет. Окей. А ты больше не злишься на меня? Я больше не злюсь. Только вот ты скажешь мне, что вас с Лешей. Ничего. Просто когда мы поссорились, он подошел ко мне и сказал, что чувствует себя виноватым. Вот так мы и начали общаться. Ладно. Но я больше не хочу, чтобы ты общалась с Лешей. Ну, ладно. Ну так, давай сходим куда-нибудь, как раньше. Например, в центре погуляем. Ну, прикольно было бы. Пошли. Отлично. Значит, договорились. Сегодня вечером будем гулять. Давай, поехали. Че, такая веселая? Ну, просто настроение хорошее. Может, мы вечером отправляемся? Блин, сегодня так много домашки накопилось. Давай завтра. А завтра что? Домашки не будет? Ты о чем? Да о том, что тебе больше не придется заморачиваться насчет домашнего задания. Пошли. Ребята, я не буду сегодня вас долго держать. Понимаю, что все устали, все хотят домой. Для начала я хочу вас похвалить. Ольга Сергеевна говорила, что вы себя сегодня очень хорошо любите. Как в детском саду. И не говори. Я подготовила для вас очень интересную игру к Новому году. Сейчас каждый подойдет и вытащит бумажку с именем кого-то из нашего класса, но нельзя говорить кого. Кто вам попадется, для того вы и станете тайным Сантой. Чувак, смотри. Поменяйся с кем-то. Да точно так и сделаю. Валера, это я скучала по тебе. Аня, что ты тут делаешь? Ну, я решила перейти в новую школу. И почему именно в Бэту? Наверное, это судьба. Да уж, судьба. Лиз, 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 послушай. Иди к своей судьбе. Да это не то, что ты подумала. Послушай меня. Хорошо, я слушаю. Это моя бывшая одноклассница. Просто одноклассница? Нет, не просто. Мы некоторое время с ней встречались, но сейчас мы просто друзья. Знаю я таких друзей. Перестань, я вообще хотел с тобой поговорить об утренней ситуации. Давай поговорим. Я слишком бурно отреагировал сегодня утром. Я был неправ. Прости меня, пожалуйста. И ты меня прости. Сама не понимаю, почему на себя так разозлилась. Ты же хотел как лучше. Да, но мне не стоило такое говорить. Просто ты мне очень нравишься. Правда? Ну, конечно. Мне с тобой очень интересно. И мне с тобой тоже. Может, тогда куда-нибудь сходим? Давай, только не на коньки. Валер, почему ты меня там оставил? Может, покажешь мне школу? Ань, давай в другой раз, а? Кстати, знакомься, это... Его девушка Лиза. Приятно познакомиться. Я думаю, нам уже пора бежать. Да. Мне тоже. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok